Добрый день! Вас приветствует Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Меня зовут Наталья Евгеньевна Степанюченкова. Я заместитель директора по информационно-методической работе. И сегодня я хочу поддержать всех будущих конкурсантов, рассказав о нашем опыте участия в панораме методических кейсов и к каким результатам это нас привело. Еще я хотела бы поделиться некоторыми нашими наработками, которые могут быть полезны не только в подготовке к конкурсу, но и при организации методического сопровождения в целом. В 2018 году команда нашего дворца в составе педагогов, методистов, управленцев стала победителем панорамы с кейсом по дополнительной общеразвивающей программе «Хор мальчиков». И уже в процессе подготовки материалов мы поняли, что для дополнительного образования идея кейсов очень перспективна. Это и развитие команды, и систематизация большого количества данных, и презентация лучшего опыта в наглядной, интуитивно понятной форме. Но опыт участия команды в очном туре лишь подтвердил необходимость развивать эту идею и воплощать в конкретных решениях. За эти два года кейс мы превратили из цифрового продукта в технологию сопровождения и инструмент профессионального развития наших педагогов. И давайте подробнее немножко поговорим об этом. Я расскажу про эти три основные функции кейса. Кейс как продукт. Он позволяет доступно, наглядно, очень эффективно продемонстрировать лучшие практики педагогической команды. Об этом говорят не только дипломы победителя, но и востребованность кейса. За эти два года он был представлен на самых различных площадках Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, Казани, Республике Мариэл. И везде вызывал интерес и получал самые позитивные отклики. Вот эта целостность кейса, как комплекса материалов, позволяет проследить весь педагогический путь от запроса детей и родителей до цифровых следов реализации программы. С помощью кейса педагог может системно, наглядно, главное дистанционно презентовать свой опыт работы, раскрывая в нем методическую ценность материалов и подчеркивая индивидуальность и уникальность собственной педагогической практики. Кейс как технология тоже немаловажен. Одним из эффектов участия в конкурсе стал пересмотр методического сопровождения образовательного процесса и подготовки педагогов. Мы отметили, насколько кейс как технология способствует повышению продуктивности командной работы и методической зрелости педагога. В результате мы создали еще один продукт, это методический кейс с грани мастерства. Он содержит разнообразные материалы по организационному, методическому, психологическому сопровождению участников профессиональных конкурсов. За счет своего цифрового формата и дистанционного доступа к кейсу педагог может самостоятельно подготовиться к любым подобным мероприятиям, скачав необходимые шаблоны, ознакомившись с примерами лучшего опыта. Этот кейс также нашел профессиональное признание, став победителем в городском фестивале использования информационных технологий в образовательной деятельности в 2019 году. Третья функция – это кейс как инструмент профессионального роста педагога. Безусловно, профессиональный конкурс – это элемент педагогического роста, независимо от результатов участия. Но и постконкурсная жизнь – это такой же процесс роста и развития. Вот насколько практики победителей могут быть транслируемы, насколько они востребованы, доступны ли они широкому кругу педагогических работников. А вот кейс как раз и эффективно позволяет, и самое главное, наглядно позволяет ответить на эти вопросы. Он становится инструментом повышения качества образовательного процесса, роста педагога. За счет систематизации материалов, отбора лучших практик, поиска новых перспективных методов обучения и трансляции опыта педагога. Сегодня в нашем учреждении идея кейсов реализуется в рамках различных направленностей – художественной, естественно-научной, даже туристко-кроведческой. А также в информационном сопровождении педагогов дополнительного образования. Таким образом, все три функции кейса способствуют развитию и созданию новых интересных форм педагогического взаимодействия. А ведь это же и является залогом дальнейшего развития дополнительного образования. А сейчас я хотела бы вернуться к тем наработкам, о которых я говорила в начале своего выступления. Мы хотели бы предложить в помощь участникам конкурса, в особенности тем, кто участвует впервые и еще сомневается, вот такой своеобразный шаблон-макет оформления кейса. Это ни в коем случае не догма, которой необходимо слепо следовать. Это скорее материалы в помощь для методического вдохновения. Конструктор доступен для скачивания. Вы можете его скачать, наполнить собственным содержанием, оформить стили вашего учреждения или стили вашего коллектива и уже представлять на конкурсе, либо в профессиональном сообществе. Наш опыт показал, что этот формат интересен и удобен, и хорошо воспринимается. Еще один полезный продукт – это набор чек-листов. Практика показала, что хороший кейс – результат работы команды специалистов. И этот результат зависит и от профессионализма коллектива, безусловно, и от грамотного управления. Материалов по программе очень много, разделов много. Чтобы во всем этом не запутаться и не отчаяться, мы подготовили своеобразный чек-лист к каждому разделу кейса. Он поможет педагогу качественно подготовить материалы, отбросить все лишнее, учесть самое важное. Чек-лист поможет проанализировать степень готовности материалов и послужит хорошим инструментом для контроля и самоконтроля. Наконец, еще одна технология, придуманная не лично нами, но успешно взятая на вооружение. Это онлайн-планировщик Trello. По сути, это система управления проектами по типу японских канбан-досок со стикерами, только в электронном виде. Она позволяет собирать в одном месте все задачи, все данные, медиаматериалы, распределять их между участниками. На электронных досках можно передвигать задачи, они там в виде карточек оформлены, по своему усмотрению, структурируя все свои дела, как это удобно именно вам. Ведь процесс отслеживается в онлайн-режиме, а система уведомлений не позволит пропустить внесенные другими членами команды изменения. Все эти продукты доступны по вот этой ссылке, а также в нашей группе ВКонтакте и на сайте EduHacks. Кстати, видеоролик, который вы сейчас смотрите, мы добавим на YouTube-канал нашего дворца. Просто введите в поиски на YouTube «Дедают Выборгского района Санкт-Петербурга». Все ссылки, о которых я говорила, они будут в описании к этому видео и на канале. Вы можете пересмотреть его и скачать все материалы там же. Ну что ж, надеюсь, наш опыт работы с кейсами поможет вам принять решение об участии в конкурсе. Оно будет положительным и будет полезен при подготовке материалов. Я желаю вам всем удачи и вдохновения, всем участникам и до новых встреч! Продолжение следует...